Друзья, хочу поговорить с вами, почему возникает сопротивление, почему наши близкие иногда нас не поддерживают, а делают все возможное, чтобы не дать нам двигаться вперед, заниматься какой-то деятельностью, которой мы хотим. Вот наши близкие, этот первый круг нашего общения, это наши дети обязательно, наши мужья, мужья ближе, чем наши дети, наши родители. Это кармические отношения, и они нам зеркала, то есть все люди, которые нас окружают, которых мы видим, это зеркала, они нам транслируют наши эмоции. Но наш близкий круг, особенно наши мужья, наши дети и родители, это вот в первую очередь показывает, какие программы в нас записаны. То есть они нам отзеркаливают, особенно мужчины. Вот когда я обучаю на мастерском курсе, и мы работаем с отношениями, я говорю, что вот берите записную книжку, ходите и записывайте, что говорит вам муж, потому что муж говорит ваши программы. У мужчин головной мозг устроен так, что он прилепляется энергетически, элементально, можно сказать, к женщине. Поэтому мужчинам всегда нужны музы. У всех, у великих мужчин были музы, то есть женщина, которая их поддерживает, которая не критикует и помогает им жить. И вот мужчина, прицепляясь к нашему женскому головному мозгу, ментально, энергетически, то есть он начинает транслировать наши программы. И вот когда мужчина вам говорит, ты ерундой занимаешься, не надо верить в Бога, никакого развития, ты глупая, дурочка, у тебя ничего не получится, какая психология, займись сначала собой, ты толстая и так далее. Вот эти программы есть у вас. Ну, например, у меня была клиентка, у которой в месяц был доход более 500 тысяч рублей. И она говорит, что я могу тысяч на 300 спокойно покупать себе одежду. Но ее мужчина говорил, что у тебя шифонер не закрывается, обрати внимание, то есть зачем тебе столько нарядов. И мы нашли у нее программу, что мне нельзя иметь много одежды, потому что мама не имела, бабушка не имела, и мне нельзя. То есть это пустая трата денег. Как только мы прорабатываем вот эти программы, тут же сразу мужчины, мужья успокаиваются, дети успокаиваются, родители перестают обращать внимание, каким-то образом придираться. Потому что это наши программы. Или, например, у женщины муж не хотел работать и в странности овел, и мы нашли, что хоть плохонький, но мой муж, мой ребенок, он вел себя как ребенок. Мужчина бьет, значит любит. Я думала раньше, что это не установка, думала, что это просто юмор. Оказывается, да, у многих бьет, значит любит. Если супруг у вас дерется или пытается вас ударить, то, скорее всего, у вас есть вот такая вот программа, что бьет, значит любит. То есть они нам транслируют наши программы. И важно понимать, что записано в вашем подсознании, потому что очень долго женщины были никто в этом обществе. И еще вот в начале 20 века женщинам нельзя было учиться в университетах. Аристократкам, которые там имели много денег, нельзя было, потому что это была ниша только мужчин. Женщины не могли заниматься наукой, тем более высказывать свое мнение, тем более заниматься какой-то психологией, духовными практиками и так далее. И, скорее всего, если вам говорят, что у тебя ничего не получится, то у вас есть такие программы. И с этими программами нужно работать. Вчера мы работали с ВИП-группой по эликсиру здоровья, то есть работали по здоровью. И вы не поверите, у всей группы было, что я хочу болеть. У каждого была своя причина, для чего болеть, то есть была своя выгода, но все хотели болеть, и всем нужно было болеть. Хотя все умом понимают, что нет, разве я хочу болеть, я хочу быть здоровой. Понимаете, наше подсознание. Подсознание – это то, что мы не понимаем. Находится под сознанием. Сознанием мы хотим быть богатыми, сознанием мы хотим идти в духовность, сознанием мы хотим быть красивыми и стройными, а подсознание говорить тебе нельзя. Эти программы приходят из детства, приходят по роду. Вот вчера по здоровью мы как раз и нашли из детства, и по роду, и с разных других источников, которые пришли. То есть важно отслеживать, что говорят вам близкие, и начинать работать с собой. У меня есть много курсов. Мы работаем с этим на творческой мастерской. Челлендж славянской рейки тоже про это. Неосознанно через энергии прорабатывать свои блоки и идти вперед. То есть энергия рейки, она тоже прорабатывает эти блоки, только мы не понимаем, какие она сама убирает. Это получается немного дольше, чем мы осознанно через психологические практики. Но все равно она работает. Выбирайте, что вы хотите. Пишите о том, что вы хотите. Мы будем делать курсы. Мы будем делать свидания. Мы будем делать разные направления. И начинайте работать с собой. Пока вы не начнете, ваш мир не изменится. Вы притягиваете в свою жизнь то, что с вами происходит. Даже иногда, если в это сложно поверить. Поверьте мне, я уже давно работаю с психикой людей.